привет полуночники привет не знаю почему но сейчас охота выйти в эфир видимо привык я за вот эти пять дней гива выходить каждый день и сейчас вот выхожу автоматически потому что уже сегодня гиф по моему должен был закончиться отписки уже есть писалось от меня думал в течение недели еще пишется где-то тысяч 20 может быть и потом надо будет заново все поднимать активность в сети вот но в любом случае всем привет тем кто старенький тоже был из наблюдал и наблюдают за мной давно и тем кто пришел новый вот всем то сгива привет всем кто с отметок там поделись другом тоже всем привет потому что это очень приятно когда новые люди попадают на твой аккаунт и приходят к тебе и не отписываются вообще всем людям как всем подписчикам которые за мной следят и и вы от меня не отписывать большое вам спасибо потому что у меня в соцсетях достаточно высокая активность то есть я буду мелькаю часто и вы терпите мои посты и я вам очень сильно благодарен я благодарен вам за то что я вам интересен вот так и так про их не первый год с вами спасибо большое самооценка вещь комплексная ее надо решать в комплексе и не за один вот легко очень она не решается путем комплексных мероприятий в течение определенного продолжительного времени вы сможете решить в эту уверенность уверенность в себе в каком-то в какой-то отдельной в отдельной области жизни может прийти тогда когда вы в этой области жизни достигните успеха поэтому это комплекс мероприятий по достижению успеха в тех в тех направлениях которые вы хотите быть полностью успешными и уверенным во всех областях я думаю одновременно задача непосильная вот спасибо что ждете эфиры я их не объявляю и я выхожу в так нежданчиком и поэтому вам большое спасибо что следить и вдруг вот случайно иногда иногда специального попадаете на эфир принятие себя это тоже идет через письма прощения просто зайдите на youtube напишите письмо прощения выйдет видеоролик 9 минут только про письма прощения посмотрите и все про письма прощения много сказано каждый эфир практически говорим поэтому выходите в ютубе в есть видеоролик так и называется письмо прощения посмотрите и там я думаю все все понятно от людской зависимости вы никак не избавитесь но меньше выпендриваетесь и меньше будет внимательно значит посмотрите еще раз как вы думаете работает карта желание стоит ли ее стоит делать и она работает она я понимал этого работа на круто работает если у себя уберешь бутика с детьми прорабатывать и себя прорабатывается дети можете тушь проработать почему же артели бывает частенько я не знаю я это надо смотреть разные же бывают жары и причины боятся менять жизнь которую не устраивает что можно собой сделал чтобы не бояться надо просто сделать по другому никак почему горят ладони это энергия идет идет энергия и это ладони же тоже чакра и чем больше энергии тем горячей не верите ли вы с глаз да что с глаз верю спасибо что скажете насчет мастер-кит работает не работает как отпустить человек которого любишь я честно вот мне кажется надо прострадать до конца на это уходит минут 15 может быть 20 только надо интенсивно и прям по-настоящему это давно не будет это так важно здравствуйте почему сильно потеют ладони ладони это это но переживание это когда говорят от волнения на самом деле это в сады наверное скорее всего я хочу вас и не приходите попасть на сможем как найти общий язык с новым коллективом возрастным это легко надо быть более коммуникабельным это с опытом приходит вы научитесь общаться ничего страшного нету потихоньку потихоньку найдите одного одного-двух друзей тихо-тихо вы затесаетесь туда мы коврово несчастной любви что значит блок это страдание которые вот есть страдание настоящая есть когда когда действительно любовь отличить очень очень тяжело потому что всегда кажется что страдание которые не настоящие они они почему-то сам они болезненны чем настоящая любовь и когда ты прям страдаешь очень сильно там этот это больше твои надуманные какие-то вещи там еще бывает чуть по-другому но в любом случае это надо выпускать это прям привязка энергетическая жесткая с ней надо работать а если прям любовь это любишь человека то его отпускаешь себя легко лишь бы было ему хорошо тогда ты для него если не надо его держать если ты можешь его отпустить и не держа то это любовь если ты страдаешь на вернись я без тебя ничего и как-то без меня как ты мог это хрень это после проблемы то сидит обследовать все хорошо на проблемы повторяется это зажата энергия женская сексуальная поэтому ее нужно высвобождать либо бешеным сексом несколько раз либо надо чуть немножко продавить паховую область вот это высморкнуть высморкнуть говорю вы шмыгаете мне высморкнуть я сразу все у меня в какие-то моменты почему-то появляется да вот это вот шумыгание не знаю что такое чихнул я недавно вот шумыгаю поэтому это это постоянно сердце тревога то есть что-то вроде по начальной стадии панических атак в этом начале поэтому мы давно сессии не проводили никто не хочет сессию попробовать публичную мы сейчас кого-нибудь разберем сюда напишите я вас приглашу экземы на руках это гордыня это внутренняя ненависть к себе это вот это в основном гордыня и внутренняя ненависть к себе тогда когда человек себя ненавидит это надо кашлять это из горла вот здесь блок стоит его надо продавливать и будет прям харкать спасибо цит после вашей работы с мужем от него с ума стало сходить вот значит чаще с ним еще этот спасибо цит после вашей работы с мужем моим от него с ума стала сходить эти блоки про прорабатываются и энергия мужская идет и видим его вашу женщину начинает пробивать поэтому с мужем как это участите да секс то есть удвоите его чистоту там и цистит он пробьется и пройдет я хочу но мне батарейка слабая дома света нету бывает вот я себе еще плечо выбил на тренировке и уже месяц болит не могу ничего делать муж вечно мерзнет колени вечно холодно худой набираем не набирает вес вообще это не желание жить же хроническое не менее будет 10 лет что это значит не лечится поднимаю гемоглобин ненадолго вообще не это но вот вы посмотрите когда вы не хотели жить когда отказ от жизни был как реагировать если тебе говорят то чего на самом деле не доплюньте вообще дай разотрите а я боюсь легко обижаюсь на любовь меня слишком ранимым быстро плачу и бог воспоминай обидчиков письма прощения по вам плачут просто колени это нежелание идти вперед это прошлое не отпустило в будущее боюсь в колени богат настоящие вернее доброй ночи что ты будешь такую статью мне фейсбук забанил зайти этот аж так обидно если честно очень хорошие слова забанили из-за того что что-то у меня сегодня процесс много постов в фейсбуке если письма вы писали вам не помогло короче вы обманули себя вы обманываете меня и даже если вы придете ко мне я вам не помогу что написать письма прощения 40 дней и и тебе это не на твою жизнь это никак не повлияло либо ты не писала либо писала для соседа хренит это просто отписка и поэтому но пока ты себя обманываешь не приходи ни ко мне лучше еще вот в этом поварить потому что уровень того уровень твоей боли внутри он еще не настолько высок что ты короче с ней не готова работать вот простите меня выбило повторить пожалуйста про колени короче обиды из прошлого не и поэтому не хочу идти настоящие вот левая сторона за сердце без того что значит сердце это надо боль будут потаскивать и письма нужно писать несколько раз пока письма надо писать 40 дней подряд короче в этот в youtube все спина зависимости от отдела да то есть поясница это секс и деньги грудной отдел перекладывание ответственности за свою жизнь на кого-то другого то подавленное лидерство и шейный отдел это чужие проблемы когда точно себе надо вытаскивать под любые стороны надо плакать надо плакать и вытаскивать поэтому знаете я понял вот смотрите давайте сейчас вот немножко ту статью которую вот не забанил фейсбук я сейчас прочитаю а вы свое мнение потом туда напишите потому что тема такая же его трепещущая про женский оргазм сможет ли вы вылечить или чистить людей у которых энергетическое поле сильнее вашего это как сильнее моего это если ко мне еще один целитель придет или чем что значит сильнее моего поля я честно говоря не знаю бывает конечно статусные люди там которые я не знаю иногда приходят сильные по энергетике люди которым моя помощь наверно может быть и не нужна да но не знаю сейчас я зачитаю в исламе от всех болезней помогает коран видите это стомодолог по зубам может определить ваши болезни да то есть там допустим водитель по состоянию в шин на ваших колесах может понять сколько километров вы ездите в день а я могу а у меня все от блоков это знаете мы как-то как-то мне попалась статья короче и я читаю ее жене я говорю корейские ученые нашли витамины в корейской капусте в чем че да и и выяснили что она помогает от онкологии на что не моя супруга сказала ты знаешь казахские ученые провели исследование им каза помогает вот что у всех вот тот чем может тот теме и лечится да то есть если по-любому мусульман только там тут только коран у врача только зубы там у стоматолога там у этот все то есть на что мозг заточен тот на то и вот работает поэтому у меня все от блоков допустим да а у казахов от смерти коручка за помогает у корейцев чем че помогает от смерти то есть у каждого свое и поэтому конечно это все взаимосвязано и мы можем как-то это выяснять вот поэтому такие дела давайте чуть прочитаю потому что здесь мне кажется есть немножко приоткрывается таинство такое взаимоотношение в этом короче величайший дать дар природы радость оргазма да и почему здесь выясняется ну то есть здесь я понял что есть причины из-за чего не все женщины испытывают оргазм не глинину или как-то то есть ментальные причины необходимо помнить о нескольких фактах прежде всего мужчина может испытывать только один оргазм в то время как женщина способна на множественный оргазм это породило гигантскую проблему но никаких проблем не было бы если бы людям не были навязаны брак и моногамия похоже что это не было задумано природой мужчина стал бояться женщину по простой причине если он вызовет у нее один оргазм она будет готова испытывать по меньшей мере на полюжина оргазмов больше а он будет не в состоянии удовлетворить ее мужчина нашел выход из положения не допустить у женщины даже одного оргазма лучше даже если сделать так чтобы она и в принципе не не знала о том что можно испытать оргазм во вторых мужчины испытывают только местный оргазм который сводит к ощущениям в области гениталии у женщины все происходит совсем по-другому тело женщины это сплошная эрогенная зона и нужно больше времени на подготовку но не успеет женщина даже подготовиться как мужчина уже теряет интерес он поворачивается к ней спиной начинает храпеть на протяжении тысячелетий миллионы женщин во всем мире жили и умирали не испытывали величайшего дара природы радости оргазма таким способом мужчины оберегали свое эго женщина необходима длительная прелюдия для того чтобы тело и трепетала социального возбуждения но далее таится опасность как удовлетворить потребность женщинам множественном оргазме вот короче есть причины и может быть это правда может не правда размер зависит я честно говоря про размер я не знаю я не скажу вот но вот эта интерпретация такая более между духовностью теле телом и что-то вот где-то там посредине истина поэтому голодать стоит вот по поводу размера есть знаете есть женские практики там называется там в убил гинг называется да там есть две системы 1 мураневского есть аппараты 2 есть вагетон да то есть это две школы которые они друг против друга то есть и те и те школы приводят ну то есть и при тренировках определенных они женщину приводит ну вот то что нам написал множественным оргазмом смысл в том чтобы стенки влагалища сделать как бы упругими что ли то есть накачать мышцу и тогда у тебя влагалища будут как бы грубо говоря под под любой как бы член да и когда у тебя мышцы влагалища расслаблены то ты будешь искать все больше и больше размер но это утопия потому что в какой-то момент просто такого хера не найдется мне так кажется да поэтому и с возрастом у всех недержание там мочи и там вот там тем кому за 50 женщина не читают и у того ю ю ю ю там описывается это из-за того что нет тонуса в мышцах поэтому вместо того чтобы искать хер все больше и больше и больше то по моему проще сделать свою и они чуть-чуть упругий чуть-чуть подкачать и чтобы там ты под любой карандаш это себя нашла вот потому что искать все больше и больше член мне кажется этого хрень это ненормально по конечно но все в пределах разумного но размеры должен быть какой-то там хотя бы средний там статистически не какой-то но короче поиск большего все большего и большего хера ведет к вот в утопе у тебя когда-то в какой-то момент нанесется депрессии потому что больше хера нету все это же правда на самом деле да я не знаю мне кажется что так намного интереснее куда я попала здесь были интересные вещи говорим приходите при любви вообще все индивидуально конечно бывает когда искра между парами зажигается ничего не нужно то никакая при люди или к дну есть женщины которые загораются тоже сразу но это отдельная вершина управление собственным телом и взаимоотношений вот поэтому когда ты молод тебе не нужно никаких там никакой химики просто надо что-нибудь вот этого все важно но в любом случае ты придешь тому чтобы свое тело надо познавать и надо познавать свой разум свой дух и тогда качество секса будут увеличиваться но мне кажется значит с одной стороны с одной стороны ты должен вот когда ты молод и можешь много часто и там метаболизм у тебя этот но нет мозгов да с возрастом у тебя метаболизм замедляется ты уже часто не можешь но появляются мозги если ты соединишь с телом и душой то получится качество секса лучше чем когда ты был молод но если ты этого не сделаешь у тебя секса вообще не будет и ты радость вот этого телесного удовлетворения ты потеряешь и станешь каким-нибудь лениным я не знаю там деятельным потому что будет ты будешь сублимировать сексуальную энергию в какое-то другое русло думаю когда ты любишь не только телом а душой все прилагается не всегда нет это неправда потому что со временем все угасает и потом это надо будет возобновлять это внутренняя работа и внешне над собой поэтому этому надо уделять внимание то есть там где у тебя получается там чему-то удивляешь внимание если ты взаимоотношениям и сексу не будешь уделять внимание он будет туда сайте этом не очень цену два года справил отправился плохой отравился плохой едой и попал в реанимацию после этого есть определенный продукт это хлеб яблок бананной жидкости только воду из горячей только творной рис больше ничего что делать сейчас ему 7 нет уже пять лет не есть нормально он боится ко мне парень такой приходил он боялся за отдохнула этот поперхнуться и мы его отогревали очень долго и в этот и он такой оказался найти еще он вроде такой худенький такой эмпатичный очень этот вежливый но как выяснилось потом у него какие-то тараканы полезного на к самому маму как это свою побил то есть такой и он не ел твердой пищи все что жуется он не кушал он ел пил только соки соки и вот в воду и он так жил лет 5 наверное 7 после тренингом потихоньку начал есть не знаю можете привести давайте посмотрим чем отличается мк от индивидуально проработки мастер классом идет два часа новому группе там человек 20 и мы там прорабатываем если там закрываешься этими бросаю на тренинг ему прорабатываем по-любому но если ты и на тренинг закончена тренинг нет вот придет мы просто как можно бросать бросить наверно бросить азартные игры я не знаю это но есть у кого-то азарт и я сам азартный но я не играю и приходит иногда люди с игра играть с игроманией которые с ними работаем 50 на 50 этому помогает кому-то не помогает как подготовиться к зачатию мальчика честно я не знаю вообще не парьтесь насчет пола да вот кого дадут того и воспитывайте девочкой круто сегодня мальчик тоже хорошо но короче смотрите я могу прыгать с супругом на ровном месте хотя он умница и даже не видовать не хватает терпения фариза и честно говоря не знаю у вас муж казахом терпит такой потому что не знаю поругаться со мной сильно не поругайся поэтому такого не понимаю придите я с вами по работаю вашего вот этого вытащил и истерика внутри распомогать ли вашей и кину кинетусе я честно не значит какие ничего написали тинетус здравствуйте надо вижу боковым зрением силуэты стоит стоит заходить в комнату подходит и стоит рядом страшно вижу такой с маленьких лет может у сумаса это него с ума не сходите вы придите я с вами поработаю пройдет скорее всего казах терпеливый никогда не видел терпимых казахов как бы вот так не видел терпимых казахов по отношению женщине да то есть где вы такого взяли вы сейчас хвастаетесь я так думаю потому что и я такой бы не потерпел шум в ушах это но придите мы поработаем посмотрим так не скажу бывает проходит паника души что делать паника души это приходите это тоже это надо откашливать переходить блоки ночью восстану я приеду 16 декабря здесь никто я не могу понять психолог я психолог только я психолог такой я этот глубины что ли я прям сильно ныряю и я не совсем академический то есть если вы хотите если вы приходите за какими-то фразами такими есть бывает знаете мне недавно написали из питера психолога на такой комментарий меня тролли но она хотела затронуть или пыталась тролли и не за и поэтому ее короче кто-то добавил у нас была акция то есть разыгрываем билеты да и пишет короче я бы промолчал если бы это был просто там троллинг или хейтинг это но это человек который вот но он коллега да она вот она пишет ужас какой насилие прилюдное обвинение чувств человека говорю это как целитель и как психотерапевт полевой работающий с подобным нельзя наносить ретро в май май и ча ча цию да еще таким продавляющим уверенным способом я и пишу короче о коллеги пошли с оценками всегда удивляет экспертность все знают как можно как нельзя расскажите чтобы вы сделали можно с этого же начать покажите свои работы мы оценим и она пишет вы так вам самому нужно помощь да я говорю ага и скорее всего ваша да и короче цены где первой стадии начинать я пишу первой стадии начинающего психолога всем нужна моя помощь все не нормальные а я и а я им помогу не переживать еще немного поработайте с людьми пройдет и она пишет тут вообще уберите меня из добавленных начинающего это скорее вы нет знаний элементарных аритекты отделенных последствиях а давление такое мощного стрелять многим кто не готов сам что-то делать жизни а тут папа как в детстве поорал и встряхнул якобы ушла короче т.т.т.т.т. отрицание вторая стадия я вас не добавлял вы сами зашли да ладно просто улыбнитесь напиши не не зашла бы если бы вы не призвали добавлять комментарии друзей мне добавили через ваш призыв короче пофиг никуда вас там добавили то есть вот эти вот там всякие умные слова я их знаю не все вот эти психотерапевтические какие-то там психологические там всякие поэтому я такой попроще товарищ мне нравится когда я по ним когда меня понимают я не люблю сыпать фразами которые непонятны если я какие-то фразы говорю я обязательно перевожу на человеческий язык чтобы было понятно что этом наговорил потому что то что она там написала и честно вот но это как читать в 10 лет капитал карла марса да то есть на хрена ты вообще с кем разговариваешь поэтому я обычный психолог то есть я биоэнергет я работаю с энергиями работаю с деформациями в полях я работаю с сущностями работаю с порчей с магией там вот с этим всем говном то есть я как сантехник практически да то есть король говна воды и пара вот поэтому вот так зачем изменяют я не зачем изменяют имеют право чего хотят изменять изменять что делать вы ты не сможешь держать человека удержать да то есть хочет изменить он изменить не хочет изменить он не будут изменить но во взаимоотношениях надо работать над отношениями и нельзя упускать его ну как бы самого своего мужчину из вида или свою женщину из вида чтобы не появилась у него кого-то еще у тебя потому что если ты не будешь уделять ему внимание тут появится кто-то другой то или другая да то есть надо уделять внимание ушла кино улыбчивая мишина вижу что делу надо справлять придите парем поплачем потом вправлю я принимаю в алматы про цены тоже директ или вот это жалче то вот да пошел на три буквы это напишите нахуй что пошел зачем вы три буквы то есть пропишите письма прощения вы не будете на него так реагировать панические атаки это просто страхи и если ты их усилишь и не будут сбываться да то есть придите мы проработаем и ну то есть поплачете парить и все если видишь в ребенке себя свои комплексы как быть молодец и классом держите просто разные методы есть помягче есть пожестче есть остановки по хеллингам например это более мягкий метод а все что касается динамичной практики продолжать прокачать правда они действительно есть разные методы видится что меня вот ну как бы задел одну вот в этой в этом диалоге что я я с этим работаю 8 лет она посмотрела минутный ролик и все поняла меня вообще такие люди удивляют настолько талантливые что меня это прям действительно задевает а то есть я восемь лет это изучаю с этим работаю и нихера до сих пор не понимаю и по минутному ролику все понятно не знаю я я я не такой талантливый и поэтому меня это цепляет и лучше пусть она где-то работает стороне и на то есть не кусается поэтому я потихоньку как-то вот пощупаю поизучая а потом буду оценивать или что-то делать здравствуйте сейчас я заживу в области него бедра не хочу тех женщинам в прошлом что-то там обиды на маму скорее все какие-то они жестче но эффективнее вот вот тебе не буду ваша работа за ними с членами 7 отражает на цену других родных еще как отражается от того пока не знаю здравствуйте привет так види смесь женщина я тоже боюсь мертвых я не видел струкну я увидел трупа но родных там на похоронах где-то этот меня тоже это очень пугает и я живых люблю после 6 не кушали сейчас как сейчас я ем не ем я не знаю но у меня жена пошла на тренинг по похудению и короче найти прикол в том что у меня желудок уменьшился и я стал меньше есть пока визуально сильно незаметно но живот у меня уходит но это очень странно то что она худеет а у меня какие-то процессы проходят одно время после шести не так доброй ночи когда планируете восстановить на 16 декабря прилечу завтра кстати надо купить билет как подумайте стоит ли выходить замуж без любви он любит мне я нет это вы в любом случае любовь когда-то пройдет даже если вы его не любите она может начаться любовь просто такие браки вы будете его дольше проверять ну или жестче проверить любит он вас не любит потом он тебя будет проверять не знаю смотрите можно родить ребенка и создать нормальную семью и с каким-то сожалением прожить что я не по любви вот это у меня пара приходила и она ему ты меня украл я тебя блять не люблю сука всю жизнь с тобой прожила и вот она его прям материла прям и выяснилось что а я на нее смотрю и он всю жизнь живет в страхе что она его бросит и воды и и она ему говорит я тебя не люблю я тебе вот каждый вот она два дня на тренинге сидела и вот каждую две минуты она говорил что я тебе не люблю ты меня сука украл вот у меня обиды что он ее украл и знаете что прикол она такая в теле баба а он вот такой дрыщ и концу тренинга на второй день выяснилось что она все-таки его любит конечно для любите вы 20 лет прожили вместе гонишь у тебя дети уже от него но у нее заклинило что когда на замуж это не по любви вышла просто вы хороший конкурент вот и все мы с ней не конкурируем почему потому что она из питера я я-то здесь казахстане че и меня бояться просто очень ревнивые психологи и очень ревниво и ревностно относятся друг другу врачей на то есть вместо того чтобы поддержать того там как ты делаешь там но как бы они начинают писать дичь я у меня в фейсбуке есть в ю тубе подписан мне кажется психолог потому что любое видео которое загружать сразу дизлайк ставят туда это мне кажется такое не смешно поэтому хочу хотят делать но ее почему-то у меня утром такое хорошее настроение было я нам не вот это выглядела и с ней чуть потрогался инцидент исчерпан она не подписалась ушла а я и больше не пишу поэтому пару раз публиковые отзывы ваших тренингов ю тубе разные вопросы задают всегда говорю подпишитесь смотрите до конца вот-вот временами неосознанно произношу имя и фамилию ними человека из прошлого это писем прощения это пишите будет есть хорошие результаты это самый главный критерий а не то что надумала там себе это баба спасибо ирина отпустить этот страх мертвых это приходите что за тренинг что нас надо тоже сходить приходите на тренинг эмоциональная свобода записывайтесь как можно узнать и здесь порча я не знаю надо работать тренинг здравствуйте тренинг охуенный сибана а она и бель ты же из устье миногорс когда по моему нет ленки лосева и сестра ты не путаю охуенный классный отзыв диффузно токсичный зоб что скажете честно не знаю но запыта подавленное творчество а по поводу вот терминологии когда начинает вот мне еще нравится когда психологи начинают друг с другом разговаривать я попадал в такое общество я был на пире где были психологи были тренеры и бывают тренеры очень пафосная да их никто не знает но почему-то они разговаривают какими-то словами которые хрен поймешь да вот ну и недавно я смотрел одного кузнеца это кузнец он клинки куё да вот там под дамасскую сталь русский мужик короче классный вообще такое у него у него есть видеоролики я залип и вот просто слушал его и он держит там железянку такой не говорит будем ее проверять органолептическим методом что это значит про цена роте говорят на глазок и вот пойдет и начинает ковать или там что-то делать это манипуляции вот некоторые люди они вот так разговаривают вот которые хотят больше пафоса или какой-то вот экспертность свои показать вот там терминологии вот это кидают органолептический метод это надо просто на железяку плюнуть и все кого хрен это органолептический метод и он такой поржал да то есть он показал свою юридицию и показал что это но это намного все проще чем кажется и мне кажется вот так проще не с людьми разговаривать так понятнее ты можешь выпендриваться но потом переводи пока не планирую мы сможем не работаем и целый день дома естественно у меня малые дети он часто часто и частный преподаватель на но практически дома на диване раздражает честно я уже причину еще и ухожу магазина или во двор но он же работает частный преподаватель уже как-то зарабатывать и надо чтобы он ходил с девяти до шести на работу или чё у вас скорее всего маленький квартир наверно однокомнатная да как соборов говорит все бытовое насилие зарождается в однокомнатной квартире это утром такой проснулся подтянулся она вся в крови лежит может из-за этого может у вас личного пространства не хватает поэтому вот это ревностно относитесь кстра свои детей да да это я супер она тренинги ваши сколько стоит цены все в директ или новаться 30 ноября я планирую я жду хотя у человек 200 хочу 200 человек это ограничено залом потому что больше 200 человек он просто не влезет здравствуйте я работаю муж работают тем уж приходится работу кушать подавать мечи уроки все домашние работы не ложись давай спать секс ему а я с детьми давай секс чего устает уже потом на развод но и думаешь тебе будет легче да прикинь у тебя вот это все останется еще секса не будет еще зарабатывать тебе самой надо я не хрен его знает что ты хотела сделать ты думаешь меньше уставать будешь ну я ну не знаю я больше за семью и за какие-то совместные значит эти короче я за семью зачем так разводиться если это реальная причина то что ты устаешь из-за этого ты развилась мне кажется не стоит разводиться не знаю обиды которые мы прокладываем на что влияют они влияют на наше здоровье наше поведение какие методы проработки бедные родители чтобы затронуть это состояние письмо прощения медитации там вот прощение там отца вот мы делали на на 3 часовом мастер-классе нам прикольно посмотреть есть там тогда написано прощение родителей посмотрите на ватсап вы еще раз напишите потому что я вчера всем ответил на тут подписали на ватсап поэтому если вы ну если смайли Pronunciation про если прочитал и не ответил отправьте смайлик а если вы написали я с turning отвечаю но я вчера всем отвечал сегодня и не отвечал сколько происходит технике совершенно теми сколько проходить технику прощение денег слушайте пока немас selling появится пог forwardER не скажете довольно так хотя бы это знаете это феминистический какой-то блок вот биди биди и вот где там кто там хочет разводиться пусть разводится нет вы для себя сами развились еще и йог ну как бы этот но для сесса найдете кель найдет найдется да нихера не найдется потому что это прикинь ты у тебя дома дети у тебя дома стирка у тебя дома еда мужика рядом нет и за ним еще куда-то идти надо или кого-то сюда это же целые дела и как он найдется с кекс ваш ни хера не найдется там а вам вот вы мужиков просите в астане будет тренинг 20 21 21 22 декабря здравствуйте вы ведь термин ну такое себе редко как можно снять усталость почему мужчин такие лежат смотрят то вы и все и видно для мужчины смотреть телевизор это снятие стресса для тебя надо потарахтеть но для женщин нужно поговорить и тогда снимается напряжение у тебя с головного мозга потому что тебе надо все рассказать мужчина когда устает ему надо побыть одному и поэтому если ты этого не понимаешь что он скорее всего ты воспитывалась без отца или там как-то ну то есть девочка которая жила с папой она всегда понимает что мужчине нужно дать время отдохнуть он должен побыть один его не надо в этот период трогать и доставать он должен просто сеть и посмотреть телевизор и когда он отойдет потом если у него зачерная депрессия он будет просто смотреть сериал за сериалами с тобой не разговаривать это тоже нужен периода сестры брат не общаются с папой потому что пьет у него другая семья 56 лет не хотят общаться пусть не общается многие многие дети стыдятся своих родителей но это тоже прощение только просто тебе надо само его простить и общайся я вам отвечу завтра я в этот днем по отвечаю хорошо на это ноута скачал аудиопрочтение денег слушал наушник коленера будет спасибо вам круто вы верите метод простукивание тэппинг и как это работает это работает это прям серьезно работает это я убираю свои страхи там не впредь круто это право точно здравствуйте у меня нет отца но вот видите вы не знаете что с ним делаете поэтому и и в суждение такие потому что очень важно понимать на хрена он нужен этот мужик дома ты не понимаешь зачем тебе нужен и ты его в быцу не хочешь впустить поэтому и развелась а ему а он не мучу делать сейчас ему яйца начнешь выкручивать давай денег сволочь она сбросил и все равно году он останется для тебя сама без отца росла и тебе детей к этому же приводишь понят причем истинная причина это непонятно истинная причина то что ты не можешь с мужчиной просто существовать в одном каком-то помещении у тебя бесит у ребенка периодически брачей где искать ключи исцелению это взаимоотношение с отцом посмотрите в это ваши а про портал 111 верьте что-то что за портал 111 я честно говоря не знаю сыну 26 дочки 18 до внуков а тут бац я забеременела аборт не обсуждается шел для всех мне куча вопроса себе за что почему-то чего с эмоциями не справляюсь же круто что ты не справляешься держать охренеть ищет ну вот поблагодарим бога за то что он тебе дает это же круто сколько теле это 20 46 40 сколько те 47 48 лет родишь и классно же вот тебе будет там потом всех симба и родишь ничего страшного рожать давай все нормально будет не переживай я наверное не женщина не надо чтобы от меня отстали после тяжелого рабочего дня ты на русских энергиях просто сидишь поэтому выключая мужика своего я стала ну я стала много есть последнее время может это потому что я один много не 341 нет любить вот да секс он заменяет еду тогда раздражает есть вот сколько прям и во сколько прям и начинается все время не успеваю вот трансляция прямые лишь я не знаю я когда хочу туда и дело что мне делать 40 твой 40 и рожать спокойно что-то я за вас рад поздравляю что порадуйся зачем ты это знаю что надо может подключить шинкет пока не планирую я тут в чате одно состою в этом метаморфоза касса у вип персону есть чат когда вот перед тем как попасть на метаморфоза вы уже там знакомитесь поэтому консультации проводить консультации провожу да в себе открыли эти способности у меня есть учителей была своя депрессия попал на чего мне реально то есть спасибо мне тоже сразу сына хотя ему полтора боюсь за него не бойтесь все будет хорошо когда ты что-то думал что заболеет мои дети здоровы и счастливы убираем программы дети здоровы и счастливы все это начинаешь себе вот в позитивом мозг вытрахивать смотрите что такое аффирмации ты тоже делаешь эти аффирмации только ты делаешь негативные все плохо и тебе надо просто поменять на позитив там убираем программу дети здоровы и счастливы убираем программу я заручаю счастлив и успешен и начинает периодически возникает тянющая боль с правой стороны груди ближе ключицы в чем суть не знаю это действительно круто я родила в 45 это счастье огромное ну вот поздравляю постоянно срываюсь на старшем сцене 1 за гнев и раздражение тяжело себя в руках держать это обиды на мужиков это обиды начались твоего отца ночь потом на своему на твоего мужа или там и потом на ребенку то срываешься поэтому здрасьте хожу как в тумане ребенок 2 месяца свекровка переезд много всего 0 и посоветует киспре это только женщинам ведомо я честно и не знаю я надо смотрю на так многозадачность которая легла на женские плечи и ложилась всю жизнь я просто охреневая не знаю как вы с этим справляетесь поэтому я вряд ли вам скажу где брать источник то есть у вас просто выбора нету два месяца ребенку это закончится минимум через два года когда вам станет легче когда он сам начнет ходить там потихоньку какие у вас материальные цели материальные цели у меня вообще вам космические мы которые или такие которые более приземленные потому что ближайшая материальная цель для меня то есть там я хочу квартиру чуть побольше да я хочу чтобы у меня был не балкон этот кабинет а я хочу прям свой кабинет это вот цель на ближайшие там год там может быть полгода потому что сейчас в той потери в которой мы живем у меня короче женщины выдавливают мужчину на какую-то территорию тут и замкнута что женщина хочет быть везде я хочу свой кабинет который будет закрываться на ключ и туда никто не будет заходить я хочу собственное пространство где я могу закрыться и не дети не супруга мне не будут беспокоить почему кабинет в квартире и должен быть потому что даже для женщины я в принципе дома а для мужчины я в принципе один да и и мне кайф ей хорошо я там нигде не считаюсь и мне ништяк я один и мне не надо идти ни в какой гараж и мне не надо не идти с друзьями пиво пить я могу в кабинете у себя закрыться и один посидеть посмотреть там сериал и что-то это и когда я отдохну потом выйти вот вот это моя ближайшая цель материально если глобальная цель вообще почему-то у меня как-то замкнула цифра вот если в деньгах мерить я хочу зарабатывать 2 миллиона долларов в год это та сумма которая такая невротичная почему-то то есть радислав гандапас как-то обронил что 2 миллиона долларов в год уже хватает на все да то есть больше я не знаю на что их тратить а 2 миллиона год я знаю и у меня вот эта сумма на кота запала я хочу 2 миллиона в год но и я пока я не вижу и день я не знаю что нужно перестроить поэтому я еду на метаморфоза петру осипову который такую сумму зарабатывает вот он и генерит и я хочу сделать что-то подобное в казахстане может быть даже в россии там ну то есть круто же будет когда в казахстан при поедут из россии на тренинг ко мне мне кажется это классно все одно дело когда ты едешь в москву с тренингами другое дело когда москва летит к тебе это приятно 30 ноября ко мне вот приедет приедут на тренинг из америки вот приехали да то есть приедут наши миграты американские и это же ну круто чем из москвы но из россии не приятно вот это мои такие вот глобальные какие-то вещи которые я хочу зарабатывать 2 миллион долларов в год я не знаю к этой цифре подберусь подберусь но мне как-то вот охота почему потому что потому что охота я честно не совсем понимаю для чего вот сегодняшний мой мозг не совсем понимать что с этими деньгами делать но почему-то вот вот это вот хочу хочу и вот раскоснулись материальных цен я хочу как найти свое место в жизни а роде деятельности найти свою профессию и надо просто перебирать и пробовать и особенно надо обратить на те компетенции которые имеют что некоторые люди работают 20 лет бухгалтером потом хотят найти себя и ищут в каких-то других местах из того чтобы опять окунуться в бухгалтерии уже работать и на кого-то на себя остальные днем хочу стать успешным богатым независимым не зависит от мужа как только ты перестанешь зависеть от мужа ты ему перестанешь он перестанет быть нужным тебе поэтому ты будешь все равно зарабатывать на его энергии ты его подкосишь если он сейчас успешный и ты начнешь сама фигачить опасная эта штука если ты хочешь показать что у тебя хер длинче чем у него то ты можешь его зафигачить то есть но если ты из любви хоть к себе хочешь зарабатывать то это совсем по-другому но то что как-то написала что не хочу завести от мужа то ты хочешь ему выкатить свой хер и показать что у тебя тоже есть не знаю смотрите сами аккуратнее с этим не хочу выйти замуж не получается никак это легко надо просто согласиться потому что если это ваша фотография на аватарке я думаю у вас нет проблем вам предлагают через день замуж а вы просто говорите я не хочу учета не то-то недостаточно богат недостаточно самостоятельно не сочному мир сама придираешься не выходишь замуж просто кивни и скажи да я согласны иди в тумане похоже на де реализацию или это приходите это возможно где-то вот какой-то негатив засел в голову и скажите пожалуйста ваша онлайн консультация не такой же эффект и очный прием если есть доверие туда мама привет если есть доверие то онлайн сессия на такая же какие вы посмотрите вот в ю тубе есть вот эти в инстаграме мы когда рам прорабатывали также плачут также кричат просто это самостоятельно ты кричишь и плачешь то есть нужно доверие понимание зачем прошли если не буду не научиться сразу доверять будешь платить несколько раз но это уже и завязано материальное да то есть не хочешь платить еще можешь работать меньше хочешь не платить и работы больше расскажите пожалуйста личный опыт проработки финансового вопроса что делали сколько времени потребовалось вообще вот этот квантовый скачок в деньгах он начал происходить вот это в 36 лет у меня это началось сейчас мне 41 это 45 лет то есть 555 лет на шестой год когда я начал прорывать вот этот кокон материальный это было очень это сложно да то есть ты накачиваешь на качестве на каче потому что ты не понимаешь какую сторону бежать и как только ты понял в какую сторону бежать надо просто сфокусироваться и и усилить то что получается когда ты идешь своей дорогой ты делаешь шаг у тебя открывается еще путь шаг еще путь где открывается от крас люди начинаете помогать попадаются люди которые которые те оценят и когда начинает тебя продвигать это тот путь по которому ты должен идти исследовать то есть это ну вот и все и потом от тебя зависит только твое упорство просто фигачишься работоспособность не надо лениться если хочешь много зарабатывать и быть успешной или успешно принимай быстрое решение не надо долго мяться или что-то сжаться то есть надо принимать лишь принял решение пошел принял решение пошел и все то есть когда ты идешь собственным путем путь начинает открываться тебе легче а вообще любую дорогу которую ты себе выберешь она будет перед тобой открываться вот эфир завершается две минуты осталось до конца круто уверен что у вас получится спасибо круто очень рада за вас спасибо сетевому бизнесу сетевому бизнесу я отношусь хорошо но сам не могу привет иркутск спасибо чтобы ответили на все жизни сейчас обеспечиваю наиболее это приходите в общем осталось полторы минуты постоянно упадок сил приходите на этот это зажатости внутри и в теле осталась минута до конца сессии до конца прямого эфира вам всем большое спасибо вот и приходите на тренинг приходите на не дали сессию выходите в прямые эфиры со мной в общем приходите все сейчас этот эфир сохраню и закину его в youtube тоже в общем всем пока пока до свидания до новых встреч еще увидимся постараюсь чаще выходить в прямые эфиры благодарю пока 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 пока